Здравствуйте! Шава Тоха Гутевох! Хорошая неделя! У нас 104-й урок по Мишли, и мы находимся в 13-й главе, предложение номер 11. Вначале по-русски. Говорит Шлома Меллах. Богатство, приобретённое суетой, уменьшается, а собирающий рукой трудом умножит его. Вначале посмотрим, как переводят мальбим. То есть, так вот, как бы, простое понимание, которое даёт мальбим. Гон, как звучит это на иврите? Гон мегевели маэт векобец альят ирбе. Множество, которое пустоты, суеты, оно уменьшится, а приобретённое постепенно увеличится. Это дословный перевод. Говорит мальбим. Шлома Меллах говорит, что можно назвать множество вещей, которые идут за пустотой. Множество пустоты, множество суеты. И оно уменьшится. Это множество исчезнет. Потому что множество, богатство много. Оно требует богатства, требует ештадлуда, требует усилия. И требует гашгохи, требует внимания для того, чтобы его добавлять. Но если пойдут хозяева относительно гавалим, то есть они уже богаты, но они идут относительно вещами, которые связаны с суетой, то они потеряют всё богатство, которое у них было, и не добавятся к нему, и уменьшатся каждый раз до того состояния, пока не исчезнет полностью. Но человек, у которого нету такого большого богатства, но он старается, трудится, то он постепенно соединяет, собирает это. И он не тратит, не разбазаривает, а только собирает и добавляет постепенно. И это собирается его в руках с помощью его неустанного труда. И оно добавится, и оно увеличится. И придёт к большому богатству. Всё это мошаль, всё это пример относительно занятий Торы. И также большой мудрец, который собрал свою Тору в большом количестве, если он пойдёт за суетой этого мира, то она у него уменьшится, и это богатство Торы, которое у него было, оно будет забыто. И получается, что он свою Тору полностью забудет. Но человек, который постоянно учится, и постоянно старается, и добавляет по чуть-чуть каждый день, его мудрость увеличится, и он станет более богатым. Это комментарий Мальбима. И, в общем, Гаон идёт примерно по тому же комментарию. Он говорит, что множество, связанное с Гевелем, с суетой... Вы понимаете, что Гевель – это слово «суета», которое всё время Шлома Меллаху употребляет 7 раз в книге Когелет. Гевель, Гавелим, суета, сует. Имеется в виду, что человек, который собрал много, но это множество – это Гевель. Мальбим идёт по пути, что у него есть много Торы, но он теперь устремляется к суете и перестаёт заниматься Торой. Агро говорит, что то, что он собрал – это Гевель. И это не произошло от работы его рук. Оно будет уменьшаться, потому что так же, как легко к нему это пришло, так же легко это от него и уйдёт. Грубо говоря, сейчас пока Гавелин идёт по прямому пониманию того, что написано, не начинает говорить о Торе, а говорит о том, что человек, который выиграл большую сумму денег в казино, он так же легко её потратит. В ЭКБ цельятербы, но человек, который приобретал постепенно, он будет увеличивать своё богатство. Но человек, который постепенно, по чуть-чуть, посредством тяжёлой работы, или работы не обязательно тяжёлой своих рук, он увеличивает это, то это у него останется, и это то, что с ним будет. И то же самое с Торой. Как сказали наши мудрецы, Аф-Хахмати Амдали, есть фраза, «Так же мудрость моя стояла у меня, оставалась у меня». Объяснение. Хохма Шаламати Бе-Аф Амдали. Хохма, которую я учил своим носом, она стояла у меня. То есть человек, который старался, вкалывал, и тяжело дыша учил Тору, то это Тора остаётся у него. Поэтому даже человек, который есть множество, но если это приобретено лёгким путём, а не посредством тяжёлой работы, то оно уменьшится, поскольку оно быстро будет забыто. Человек, который выучил какой-то кусочек Торы, быстро и легко, поскольку у него большие способности и умение учиться, то это быстро будет забыто. Но то, что собиралось Альят, то, что собиралось постепенно, тяжёлым трудом Торы, оно и РБ. Этой Торы останется, её будет много. То есть человек, который трудился в состоянии своего лимуда, в состоянии завучения Торы, несмотря на то, что он выучил немного, поскольку он медленно учится, он не мог выучить больше, несмотря на это, это умножится, поскольку всё, что он учил, останется у него в руках и не будет забыто. И постоянно будет увеличиваться количество Торы, которое он выучил. То есть Мальбим объясняет тоже про Тора, так же, как и Гаон, но Мальбим говорит, что если человек оставит Тору ради Гевеля, суеты этого мира, то она будет забыта. А Гаон говорит, что человек, который недостаточно вкалывал во время изучения Торы, несмотря на то, что ему было всё понятно и вроде как он всё помнил, это будет забываться значительно быстрее, поскольку добыто оно было лёгким путём, чем то, над чем человек много времени старался и вкалывал. Ну, в общем, комментарии очень похожи. Следующий пасук нам говорит, говорит Шлома о Меллах. Надежда продолжительная истомляет сердце, а исполнившееся желание – дерево жизни. Начнём с Мальбима. Вначале я читаю этот пасук на иврите, поскольку есть люди, которые по-русски не находят его. Тохелет мимушаха махалалев. Вээцхаим тааваба. Я не знаю, здесь слово тохелет переведено словом надежда, но мы увидим потом, что есть два перевода этого слова. Надежда, которая долго продолжается, она приводит к заболеванию сердца, а дерево жизни, она приводит к тому, что приходит тайва – желание, которое приходит. Говорит товарищ Мальбим так, что есть разница между тохелет и тиква. Есть разница между словом тохелет и словом тиква, хотя и та, и другая называется словом надежда. Есть третье слово, которое похоже на эти два слова, которое называется тайва. Тайва – это стремление к получению удовольствия. Все три слова, в общем, показывают одно и то же. Человек хочет получить что-то, что ему очень хочется. Получить удовольствие от какого-то процесса, получить удовольствие от результата чего-то. И эти три слова надо перевести как надежда, желание получить удовольствие. тохелет, тиква и тава. Человек, который мекаве, человек, который надеется. От слова тиква начинает он слово тиква – надежда. Человек, который надеется словом тиква, он мекаве, эльдавар, он надеется на какую-то вещь и не уверен в том, что эта вещь стопроцентно появится. Это слово тиква. То есть надежда, которая не факт, что избудется, и он прекрасно понимает, что не факт, что эта вещь исполнится. Тохелет – это слово, я не знаю, мы обычно его в иврите встречаем, она такая форма, которую мы редко встречаем, но в этой форме. Мы встречаем на каждом, я не знаю, собрании, когда поздравления и так далее, когда человек говорит «Аниме ахелеха», «Я тебе желаю». Так вот, это пожелание, слово тохелет – это то, про что человек, у него есть автаха, обещание, он на 100% уверен, что это вещь, которая сбудется, придёт. Та вещь, которую он желает – это второе слово желание. Здесь я потребовала именно слово тохелет. Митаве – слово тава – это нету ни надежды, ни тиквы, поскольку он метаве – вещь, которая у него нет никакой надежды, что она сбудется. То есть, есть три слова, которые слово пожелания. Слово желания – таева, это желание, какой-то вещи, которая никакой надежды, что она сбудется, всё может быть, но, в принципе, вероятность стремится к нулю. Слово «тиква» – это «я хочу какую-то вещь, на которой есть шансы, но я не уверен». И слово «тохелит» – это вещь, которая на 100% уверена, что она произойдёт. Эти три слова всё равно переводятся по-русски одинаково словом «желание». Если вы найдёте разные переводы, то найдите. Амнам, здесь сказано, говорит Шлам Амеллах, что «тохелит» – вещь, которую я 100% знаю, что она сбудется. Если она продолжается длительное время и не приходит в ближайшее время, а только сбудется когда-то нескоро, то это приводит к заболеванию сердца. Человек ждёт, 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 а надежды не сбываются, и ему становится плохо не по себе, вначале не по себе, потом совсем не по себе. Несмотря на то, что он знает, что это когда-то придёт, но сердце начинает болеть, поскольку это не пришло вовремя и не пришло тогда, когда он хотел бы, чтобы это пришло. Тем более, что сердце человека, у которого проблема с таовой, который желает того, что он, в общем, догадывается, что никогда не сбудется, оно приводит к ещё большему заболеванию. И он, сердце болит, поскольку такой болезнью, от которой нет лечения, поскольку, когда это происходит, это химды, он знает, что это никогда не сбудется, и никаких надежд нет, а всё равно хочется. И это таоват, об этом сказано, таоват-ациль-тамитену. Таева, которая есть у лентяя, она приводит к его смерти, она его убивает. То есть человек, который лентяй, он понимает, что делать он ничего не будет, умный лентяй, он понимает, что никогда делать ничего не будет, но он сидит и мечтает, и надеется. Что-то типа Манилова в одном из произведений культуры, которую мы когда-то читали в школе. Поэтому, когда таова приходит, это вещь, на которую он не надеялся. То это похоже на Эцхайм, на дерево жизни, которое вдруг оживляет его, и вдруг приходит какое-то оживление того, на что он никогда не надеялся. Он сидел у себя на балконе в доме и строил воздушные замки, и вдруг неожиданно бац, и это произошло. Это дает оживление, поскольку, зная, что он мечтает о том, что никогда не сбудется, это должно привести по логике своей к смерти от болезни сердца, потому что даже вещи, которые он знает, что она сбудется, если это продолжается очень долго, то это приводит к заболеванию. Но когда его мечты сбываются, то это приводит к некому оживлению. Это объяснение, которое дает Мальбе. Гаон, в общем, немножко близко и немножко иначе, объясняет так. Так, что такое тохелет, которое приводит к заболеванию сердца? Уже говорили наши мудрецы в геморе Брохас, дафламидбейт, что человек, который слишком долго молится, имаенбатфила, есть такая вещь, как юнтфила, сосредоточенная молитва, человек, который молится очень долго и сосредоточенно, это приводит к болезни сердца. Так вот, неожиданная гемора, которая говорит, что не надо много молиться. Какая такона, какое исправление, если человек много молился, и вот ему становится плохо из-за этого? Такона исправления, что он должен заняться Торой, как сказано, «Эцхайм тааваба», что когда человек занимается Эцхаймом, Эцхайм – это Тора, дерево жизни, то приходит то, что он желал. «Вэйн Эцхаймала Тора», Эцхаймом называют только Тора. Это цитата из Гемора Брахот, которая приводит здесь Гаон и говорит, что «то хелит мем шехет лев адам», то есть надежда, она вызывает болезнь сердца человека, это сказано про человека, который и юнтфила, усердно молится. Что человек, который усердно молится, он надеется, что Всевышний услышит его молитву. И из-за этого у него начинает болезнь сердца, когда он видит, что его просьбы не исполняются. И сказано в Геморе, в чём исправление занятий Тора. Имеется в виду, что молитва – это хаейша. Молитва – это занятие, которым человек занимается, молится, просит о… Если вы обратите внимание на всю молитву Шмонесера, других пока брать не будем, всё остальное – это в основном не молитва, не называется словом твила, швахот, сукейдезимра и так далее. Но молитва – это просьба, к которой мы обращаемся к Всевышнему. И все просьбы, которые мы излагаем, мы излагаем в Шмонесере, так как это установили нам Хазаль, Аншейк Неса Дагдала, мужи Великого Собрания, мы можем какие-то свои просьбы добавить. Но основная часть молитвы установлена мужами Великого Собрания. И эта вся молитва – это просьба ко Всевышнему, касающаяся этого мира. Нет ни одной просьбы, которая касается чего-то, связанного с вечностью, с Алла-Маба, просьбы – вылечи нас, дай нам пропитание и так далее, чтобы у доносчиков не было надежды. И все просьбы касаются сугубо материального мира, в котором мы сейчас находимся, Алла-Мазе. Но Тора, она вся относится к Алла-Маба. Вся награда за изучение Торы и то, что происходит посредством изучения Торы, это достижение Алла-Маба грядущего мира. В этом мире вполне возможно, что Всевышний не даст человеку, даже если он будет молиться. И тогда это приведет только к махалат-лев, только к болезни сердца. Поскольку надеется, молится, пытается, а вот не получается. Мы учили с вами уже что-то похожее в 10 главе, когда там есть такой пасук, такой пасук. 10 глава, 28 пасук говорит, «Тохелет садиким симка, ватиквара шоем таабет». Надежды праведника – это радость. И тут тоже используется слово «тохелет». А надежда шоем, она разрушится. И говорит Гаон в этом месте так, что «тохелет» – это то, что человек надеется и ждет, что оно придет через длительное время. Придет, но через длительное время, не так, как Рамбов. «Тохелет» – это надежда, касающаяся длительного времени. И это то, что сказано. «Тохелет мемуша махалалев». И это он приводит, Гаон приводит наш пасук, который мы сейчас разбираем, что надежда, которая длится долго, она приводит к заболеванию сердца. Тиква – это другой вид надежды. Это то, что человек надеется, что придет сразу же, в ближайшее время. Поэтому сказано, что цадиким у них нету никаких надежд на ближайшее время, поскольку они не планируют ничего получить в этом мире. Еще раз смотрим пасук. Он говорит, что «тохелет садиким надежды праведников» – это симха. Симха – это то, что остается на Алла-Маба, на грядущий мир. То, о чем мы говорили на прошлом уроке. «Мишеник насода» – «марбимба симха». Когда приходит Адар, мы увеличиваем радость. И настоящая радость – это радость, когда ицкак. Он будет радоваться, он будет смеяться. Это будущее время, это то, что касается Алла-Маба, когда есть симха аметит. Это то, что цадиким. Цадиким надеется, вся их надежда, она касается Алла-Маба. Рашо им, понятно, что надеется на сегодня. И эта их надежда пропадёт, поскольку весь Алла-Мазе тоже когда-то проводёт. Тиква – это то, что человек надеется, что придёт ему сразу же в ближайшее время. И цадиким не имеет надежд и не ждут получить награды в этом мире. Но только они надеются на Всевышнего, что он даст им награду, хорошую награду, в Алла-Маба. И это то, о чем говорится «тахелет садиким», говорит Гаон. Оно идёт к симхе, то есть он будет, он уверен в награде, и эта награда будет в Алла-Маба. Я не знаю, халек ли здесь Гаона Рамбома, потому что единственное, в чём мы можем быть уверены на 100%, Рамба переводит слово «тахелет» – это надежда, которая 100% сбудется, про которую я знаю, что она сбудется. Единственное, про что мы можем знать, что сбудется, это автаха, обещание Всевышнего, что любая митсва и любая тора даст награду человеку в Алла-Маба. Правда, тут надо знать, что это 100% случится, если мы не согрешим определённым образом. Но когда речь идёт про цадиким, то они более или менее знают, о чём идёт речь. И это сказано о разорвывах в цадику, лишь рейт или симха, то есть есть распростёртый свет, сильный свет у праведника, а для прямых сердцев есть симха – это радость. Секват Рашоем объясняет Гаон, что это то, что они хотят получать тут же, и это пропадёт, потому что вся весь путь Рашоем, он ничего не даст, он растворится вовне куда. Продолжим, как Гаон объясняет у нас. Он говорит, что об этом сказано, что Майта Канота – человек, который надеется на награду в этом мире и очень сильно молится. Здесь речь идёт не о Рашо, как в 10 главе, а об относительно правильном человеке, который просит у Всевышнего и понимает, что всё, что есть в этом мире, есть от Творца. И он просит Всевышнего различные просьбы этого мира. И как бы он ничего такого плохого не делает, он только сосредоточенно молится. Но в результате он молится день, два, год, четыре, видит, что как-то вот просьбу он просил, а вот авосы ныне там. Поэтому у него начинает болеть или побаливать сердце. И это происходит из-за того, что он слишком надеется на получение этих наград в этом мире. А настоящий Тахелит, как написал нам Гаон в 10 главе, это надежды на Асхар, на награду в будущем мире, а не в этом мире. Поэтому Майта Канота, какая Тахона, как можно вылечить сердце, как можно исправить этого человека, имеется в виду, что как можно этому человеку перейти в новый разряд, где его Тахелит будет 100% на уверенности, которая не будет скоро, но на 100%. Он будет заниматься Торой, говорит Шламу Амеллах. И это Алла Маба. Тора даёт и дело в будущем мире. И тогда бы водой на все 100%, сбудется его Таава. Здесь уже употреблено новое слово. Я возвращаюсь к самому пасуку. Пасук говорит, Тахелит Мимушехет Махалат Лев, что надежды, которые долго не сбываются от очень сосредоточенных молитв, приводит к болезни сердца. Но Эцкаем, то есть Тора, она приводит Таеву, которая приводит. Что имеется в виду? Эцкаем – это Таава, которая приходит. В Геморре Брохас и в Зогаре есть два места, где это написано. Майн де Бая. Что делать человеку, который хочет, чтобы Всевышний принял его молитву? Человек молится, а молитвы не принимаются, не получается. Что делать? Говорит Гемора Иштадель Бдаарайса. Пусть он сделает Иштадлут попытку в занятиях Тора. Что Тора – это Эцхай. Это дерево жизни. И тогда это Таава, которая приходит, это Таева, желание, которое сбывается. Таким образом, в переводе вильнюсского гаона этот послуг звучит таким образом, что человек, который занимается тем, что он очень усердно надеется на награду от Всевышнего в этом мире, поэтому он увеличивает молитву, сосредоточиться, молиться и так далее, когда это не происходит, то он получает даже не по голове, а по сердцу, и сердце начинает болеть. Единственное, Такона – это сделать так, чтобы он начал заниматься Торой, которая даёт награду в будущем мире, и тогда его надежды, они изменят вектор направления от ближайшего времени к длительному времени, то есть от Аламазека, Аламаба, и это то, что исполнится, и поскольку он не ждёт, что это произойдёт прямо сейчас, то сердечко перестанет пошаливать, и оно будет ныть уже по другому поводу, по поводу того, получит он Аламаба или нет, а поскольку это вещь отдалённая, и он не ждёт получения его сейчас, то это уберёт от него те проблемы, которые у него были из-за того, что он надеялся на награду Всевышнего в этом мире, а мы знаем, что награда Всевышнего в этом мире иногда приходит, иногда нет, это зависит от многих вещей, в частности, от Мазали, а может быть, из каких-то расчётов, которые мы не можем сами рассчитать и должны оставить их Творцу. Здесь, к слову Тора, к Эцхаем, Шлома Амеллах использует слово Таова, приходит Таева, желание. Это одно из таких мест, которые надо попытаться каким-то образом понять. Таева – это обычное слово, которое использует Шлома Амеллах в этой книге Мишли, всё время по отношению к двум нашим занод, к двум женщинам-блудницам, одну из которых зовут Хемда и другую Таева. Правда, мы уже энное количество времени мы знаем, что Мишли Шлома Амеллах разделил на три книги, и этим занималась другая книга, первая книга в основном, а мы сейчас уже находимся в книге номер два, и здесь практически не упоминается ни Таева, ни Хемда. И несмотря на то, что это три разные книги, три разные темы, тем не менее, лошон язык должен быть более или менее один и тот же, язык Танаха. И когда мы говорим о Хемде и Таеве, то мы говорим о женщинах-блудницах. Поэтому здесь вдруг Тора называется Таева, Эцхаем называется Таевой, что требует некоторого июна, требует некоторого понимания. Для того, чтобы как-то объяснить это, я приведу Геморру, которую я приводил уже. Но что делать? Поскольку мы учим очень похожие темы, то, естественно, что некоторые комментарии должны повторяться. Тем более, что я совершенно не уверен, что все слушают все уроки по Мишле, их уже 104. Мы еще не дошли до половины книги Мишле. Поэтому, думаю, что повторить будет не вредно. Есть Гемора, который рассказывает, что когда пророк Нехамия и Эзра построили, то есть они, понятно, что сами не строили, они руководили строительством второго храма, то после построения второго храма Нехамия собрал Аншейк Неса Дагдала, мужей Великого Собрания, и это написано в пророке Нехамия, прямо в Танахе, но более подробно, естественно, с Медрашим рассказано в Геморе, в Геморе Сангедрин рассказано, что... Йома, извините, это Гемора Йома. Рассказано, что Нехамия собрал Аншейк Неса Дагдала, и они помолились по поводу того, чтобы Всевышний убрал Йецар о вой дезоре, убрал Йецар стремление людей служить о вой дезоре, и они помолились, и их трёхдневный пост завершился тем, что выскочил из коды Жигдашим, из святая святых, выскочил зверёк, гур, которого они поймали, засадили в кувшин, запаяли и бросили в море, и таким образом исчез Йецар стремление людей служить идолу, и сегодня у нас этого Йецара нету. Связано это было с тем, что после того, как во время разрушения первого храма и вся эпоха 70 лет между первым и вторым храмом несколько пророков ещё живы, а последние пророки Эзрин и Хамия, Малахи, Хагай, Малахи был последним из пророков, они закончились в самом начале второго храма, поскольку они как бы остались искрой от тех пророчеств, которые были во время первого храма, и после того, как пророчество кончается, после этого, если останется Йецар стремление к идолам, то люди не смогут справиться с этим Йецаром, поскольку не будут пророков, не будет пророков, которые будут их упрекать, будут их направлять, поэтому Аншейк, Неса, Дагдала, которые были, половина из них были пророками, половина уже не обладали пророческим даром, они выносят распоряжение о такой молитве, благодаря которой, посту молитве, благодаря которым уничтожается Йецаровой Дезойра, и он находится на дне моря, то есть он в кувшине, он не выходит наружу. Поэтому сегодня идолопоклонничество, как таковое, ещё есть, но Йецара служения идол, стремления, которое было в то время, уже нету, он кончился. После того, как Аншейк, Неса, Дагдала, мужи Великого Собрания увидели, что они натворили, натворили в хорошем смысле этого слова, они обращаются ко Всевышнему с молитвой, делают ещё трёхдневный пост, обращаются ко Всевышнему с твелой и просят уничтожить Йецар к запрещенным связам, Йецар к Райот. Понятно, что Райот это и есть Тайва. Запрещенные связи это и есть вот этот Тайва, о котором мы говорим, когда человек стремится к исполнению своих желаний, к получению удовольствия. Верхняя суть Таавы, я имею в виду самая большая, не верхняя, в духовном, естественно, смысле, это Тайва, стремление к запрещенным связям. Они молятся, и этот Йецар им тоже удается уничтожить. Проходит какое-то время, и после того, как они уничтожают этот Йецар, проходит трое суток, они видят, что петух не подходит к курице, муж не подходит к жене и так далее, и просто невозможный мир не может существовать, и они молятся о том, чтобы Тайву вернуть обратно. Йецар гора овой дезойры это Йецар гора, которая называется гаевой, гордыней. Йецар гора запрещенных связей она называется Тайвой. Очень понятно, почему. Запрещенные связи, понятно, как это связано с желанием и стремлением получать удовольствие с самими удовольствиями, каким, даже не надо, я думаю, комментировать, но надо прокомментировать, почему стремление поклоняться идолам это да, гаева, это да, гордыня, какое это имеет к этому отношение. Ответ очень простой. Суть существования мира это разделение, которое произошло во второй день творения между верхними и нижними водами, ракия, которая разделяет, и это разделение делит на того, кто влияет и тот, кто принимает влияние. Мы в нижнем мире находимся с нижними водами, мы те, которые принимают влияние, И наша функция нижних вод – это сделать так, чтобы мы приготовили себя для того, чтобы принять. Это основная функция человека, чтобы Всевышний мог повлиять и послать нам Гашпова, послать нам то, что он считает нужным. Наша задача – приготовить себя как клик и буль, как инструмент к принятию. Сделать это по рядам причин очень тяжело. В основном причина, которая ведёт к этому – это гайва, гордыня, потому что есть энное количество людей, примерно столько людей, сколько есть в мире, я не знаю точного количества, которым очень не хочется быть принимающим началом. Хочется, чтобы они были дающим началом. То есть они хотят восстать и подняться выше этой раки, выше этих небес для того, чтобы не только влиять, но и делать то, что мы тоже влияем. Это и есть система поклонения идолам. Это система, когда человек хочет, чтобы я мог воздействовать на миры, а не только принимать воздействие, которое даёт мне Всевышний. Отсюда появляются какие-то идолы, на которые человек может воздействовать и привести это к какому-то влиянию. И это Ецар, Ецар-гора, дурное начало, которое связано со стремлением поклоняться идолам. Это стремление, этот вид Гайва был уничтожен, то есть он был забран, не то что он уничтожен, он существует, но он взят в плен, и он не функционирует в нашем мире. Поэтому сегодня наша Гайва выражается какими-то другими способами. После того, как Аншей Кнесс и Гадала смогли уничтожить, убрать из мира Гайву, они захотели убрать из мира не только Гайву, но и Таеву. Таева – это стремление к запрещенным связям, это стремление к удовольствию. Понятно, почему именно к запрещенным связям есть такое стремление, которое человеку тяжело так выдержать. Что такое тайма, мы более или менее понимаем. Что такое стремление к запрещенным связям, а райот. Это каждый человек сегодня более или менее понимает, хотя тоже, судя по всему, она у нас намного меньше, чем было во время существования храма, потому что есть гемора, который говорит, что со времени разрушения храма мы потеряли таам бие. Мы не знаем, что такое бие, мы не знаем, что такое удовольствие от тех связей, которые были. Как всё, что происходит, у нас всё падает, и ощущения тоже падают. Но, тем не менее, примерно мы понимаем, о чём идёт речь. Так вот, тайма, которая существует, она на самом деле совершенно непонятна, почему человеку недостаточно разрешённых связей и есть стремление к запрещенным. Ответ на этот вопрос, что человеку не хочется себя ограничивать ничем, идёт восстание против понятия ограничения, которое делает Всевышний. Но после того, как они убрали тайву из этого мира, аншейкнесса так далее, и всё понятие тайвы ушло из этого мира, то аншейкнесса так далее увидели, что не только человек не подходит к запрещенным ему, мужчины, запрещенной женщине, и наоборот, но петух не подходит к курице. Понятно, что у петуха любая курица запрещена, разрешена, я извиняюсь, потому что у петуха нет понятия кедушин, нет понятия освещения, нет понятия эшетыш, замужней женщины и так далее. У петуха как бы нету яцаргоры, как таково, у него есть инстинкты. Но после того, как была забрана эта яцаргора, инстинкты тоже исчезли. Причём не только инстинкты к размножению, но инстинкты к принятию пищи. Потому что сегодня, когда мы кушаем, мы кушаем, потому что нам нравится этот процесс, и мы как бы кормим свою тайву, и люблю повеселиться, особенно пожрать. Поэтому, когда человек, когда тайва исчезла из этого мира, то из этого мира исчезла, люди стали забывать поесть, и стала опасность того, что они умрут от голода. И это то, о чём на простом уровне говорит Гемора, что они помолились и вернули тайву в этот мир, потому что без тайвы мир не может существовать. Но нам надо понять более глубокое объяснение, почему невозможно жить без тайвы. Теперь я перехожу к тому, что здесь сказано. Человек, который занимается торой, у него появляется тайва, к нему приходят тайвы. На первый взгляд, ничего страшнее этого пасука в Танахе написать невозможно. Что пишет Шлома Амела? Человек, который занимается торой, он рождает, приводит к себе тайву. Как такое можно сказать? Очевидно, что я неправильно говорю, и попытаемся каким-то образом ле-шефу эту кушью и объяснить, о чём идёт речь. Понятие тайва – это понятие, которое описывается в Мидраше. Известное Мидраше приводится в Геморе-Сука, в Бабе-Басре, в нескольких местах, и Раша-Нахумаш приводит это тоже. Начнём с Раша-Нахумаш, даже больше ничего не надо говорить. Объединим сразу все эти три места и объясним таким образом, что пасук в Торе говорит, что когда Всевышний создавал рыб и всякую живность, которая населяет воду, сказано, и создал он двух больших рыб, которые в море. «Больших рыб, которые в море». Создал он больших рыб, которые в море. А здесь есть рядом Хумаш вообще? Если есть человеческий, с Рашей? Нет, это без Раши. Ну ладно, что есть. Спасибо, я извиняюсь. В Паршатбе решит, когда рассказывается о шести дней творения, то рассказывается про... Сейчас, секундочку. Вот. Рассказывается. «Искал Всевышний, и шерцу омаем шерец нефеш хая, пусть кишат воды шерецом живой душой, а птица пусть будет на земле и на небесах в небе. И создал Всевышний Таниним к долим». Таниним к долим, просто Таниним. Дословно в современном иврите. Это крокодилы. Ну понятно, что здесь не крокодилы. И вся душа живая, которая наполняет воду по их и так далее, по их видам. Таниним к долим, говорит Раша. Это догим к долим шабаям, большие рыбы, которые есть в море. Точка. Раша закончил. Теперь Раша говорит. Убадеврея года. В Агаде написано, что это Левиатану Бензуго, что это Левиатан и его супруга, который создал мужским и женским началом, мужчины и женщины, и убил на Каеву, и засолил ее для цадиким грядущих времен, что если бы они были сейчас и плодились размножались, то мир бы не мог существовать из-за них. Это комментарий, который дает нам Раша. В Геморе Бава Басра и в Геморе Сука рассказывается более подробно. Говорится о том, что это Левиатану Бензуго, который создал Всевышний, и в дальнейшем, после того, как придет Мелых и Машех, после того, как будет Хиаза Мэйсим, оживление мертвых, после этого Всевышний сделает пир для праведников, и на этом пиру будут угощать мясом из этого Левиатана, и сука, в которой они будут сидеть, будет сделана из шкуры этого Левиатана. Таким образом, у нас есть Гемора, которая говорит, что этот Левиатан – это трапеза Левиатана, которая будет дана праведникам, это какой-то предел Таавы, который будет в это время, и на этой трапезе нас будут, нас я не знаю, но тех, кто туда попадет, будут угощать мясом Левиатана, вином, которое хранилось в шести дней творения, и еще некоторыми явствами, не знаю, как лучше сказать по-русски, мясом определенного быка, определенного торнеголя и так далее. Будет определенное количество видов еды, которые всем будут выдавать, кто туда попадет, кого пригласят, пригласить на билеты будут напечатаны отдельно и выдано, и тогда будут приходить только праведники, которые будут питаться этим мясом Левиатана. Левиатан происходит от слова «ливи», «лавая» – «проводы». Бакабола объясняется, я просто в некотором был в шоке однажды, когда я услышал одного человека, который мне объяснил, что он слышал на каком-то уроке, я надеюсь, что он неправильно понял урок, потому что если он правильно понял урок, то совсем плохо, что Магид Шур якобы говорил, что тот, кто давал урок, говорил о том, что написано в этой агоде, что Всевышний засолил самку Левиатана, а самца потом он убьет и даст праведникам мясо и самца, и самки, а мясо самки уже засолено, и уже ждет праведников. И якобы, я повторяю якобы, потому что у меня есть много надежд, что это все ерунда, этот преподаватель Торы говорил о том, что вот здесь написано, что соленое мясо рыбы женского рода вкуснее, чем соленое мясо рыбы мужского рода. Если это было сказано, если кто-то так понимает этого года, то здесь не только волосы, но лысина должна встать дыбом, поскольку, я даже думаю, что не надо объяснять почему. Здесь объясняется, он приводил Гемору, где написано, в Гемору Аббавасаре написано, почему Всевышний убрал именно самку, а не самца, потому что это малотфей, это лучше. Поэтому кто-то перевел, что лучше, это имеется в виду, что соленое мясо рыбы, самки вкуснее, чем самца. Гезунтергей пусть так переводит, на здоровье. Но кавана этого, то, что самка и самец имеют не только левиатанов, но и всех, имеют совершенно разную структуру своей работы в этом мире, действия женщины принимать, действия мужчины давать, настоящий коах кабала, настоящую силу принимать от Всевышнего, Всевышний убрал из этого мира, она будет дана цадиким, лаотит лаво, она будет оставлена праведником на грядущие времена, поскольку, если оставить самку и самца вместе, то, как говорит Раша, они бы уничтожили весь мир, имеется в виду. Что такое левиатан, что такое вкус левиатана, о чем вообще идет речь? Вкус левиатана объясняется у Аризаля, что это таам митцвод, это вкус заповедей, объяснение смысла заповедей. Если сегодня нам откроют смысл заповедей, то есть, быцат Захар, быцат Машпия, со стороны того, кто влияет, вкус заповедей есть. Но с нашей стороны, поскольку в этом вопросе мы все принимаем влияние, независимо от нашей половой принадлежности, мы, те, кто делает митцвод, но мы не можем сами раскрыть заповеди, он должен быть нам раскрыт, и это будет раскрыто в цуке из левиатана, когда нам дадут мясо левиатана, и это та саудата награда праведникам, которую праведники получат. То же самое яин, вино, гематрия, числовое значение слова вино, это тайна, сот. Нам будут раскрыты смысл всех заповедей, и не просто всем заповедям, нам будет показано, я все время говорю нам, очень потому, что хочется оказаться в том собрании, которое в этот момент произойдет, хотя на самом деле надо немножечко, вот на эту тему хорошо молиться и учиться, потому что тут фирма гарантии не дает, но тем, кто туда попадет, тем будет раскрыт не только смысл заповедей, что такое надевание тфелин, и что такое надевание талоса, и что такое соблюдение суббота, но людям будет показано, каждому и каждому, как каждый шаббат, и каждый тфелин, и каждая митцва, которую они сделали, привели к текуну, к исправлению, к завершению этого мира, и как каждое действие в этом мире, оно соответствует тому, что произошло во всех мирах. Это таам митцвот, и если бы эта самка левиатана сегодня плавала, то есть сегодня нам был бы дан, мы бы могли получить и увидеть смысл заповедей, то мир не мог бы существовать, потому что у нас исчезла бы свобода выбора. Мы бы понимали настолько ясно каждое действие, что невозможно было не сделать митцву, так же, как невозможно было бы сделать авейру. Это полная потеря свобода выбора, а без этого нет никакого смысла. А воиды, службы Всевышнему, поэтому это было забрано от нас, и так далее. Это настоящая тайва, которая разрешена, и которая является митцвой, это тайва понимания, стремления, желания понять, что происходит в этом мире от каждой митцвы, которую мы делаем, и от той Торы, которую мы учим. Человек, который сегодня учит Тору, учить Тору сегодня без желания, без стремления, без радости, без удовольствия, без тайвы невозможно. Это исключённая вещь. Тора должна привести человека к тайве от изучения Торы. Поэтому здесь сказано, тайва в положительном смысле, в хорошем смысле этого слова. Эцхайм приводит к тайве, которая является тайва Сауды-Левиатана. Об этом здесь сказано. Таким образом, теперь прочитаем это предложение и сделаем секум этого предложения. То хелет мемушехет, надежды, которые долго не сбываются, даже самые лучшие надежды, надежды на отдалённое время, то есть надежды, они приводят человека к махалат-лев и объясняет Гаон, что речь идёт о тех надеждах, о которых человек надеется посредством пфилы, то есть о надеждах этого мира. Но дерево жизни, то есть изучение Торы, она приводит к таове, к истинному наслаждению, которое приходит посредственно в него. Она приводит к наслаждению Алла-Маба, грядущего мира, который должен прийти, где будет открыта нам тайна всех митцвод, которые мы делали. Точка. Таким образом, становится более или менее понятное предложение и ответ на наше кушьё. Теперь, я думаю, что можно попытаться двинуться к предложению номер 13, которое говорит, «Пренегребающий словом Всевышнего понесёт кару. Тот, кто боится заповеди, тому воздастся». Что имеется в виду? Начнём с Мальбима, который пишет. «Бас, сейчас, я не прочитал на иврите, поэтому...» «Бас ледовар ехавэль, ехавэль ло, вэйре митцва гуишлам». Человек, который пренебрегает словом, он получит какую-то хабалу, какое-то ранение. Человек же, который боится митцвы, ему будет заплачено. Говорит Мальбим. Кварни Хлыко Акадмоним. Уже первые комментаторы поспорили, нужно ли человеку выполнять весь тарьяк митцвот, все 613 заповедей, или достаточно, чтобы он сделал какую-то одну заповедь. Как сказано, «Упаара пихали блихок». Это пасук. То, что раскроется устами без закона. Имеется в виду, что имеется в виду? Махлокис, хатамер один говорит. Человек, который не выучил, а только один закон. А другой говорит, человек, который не исполнил только один закон. Оба комментария верные. То есть, человек должен верить и знать, что правильно выполнять все митцы Всевышнего. Но если он пренебрегает хотя бы одной митцвой, то об этом сказано, что слово Всевышнего он нарушил. Потому что без этим он отрицает всю Тору. Объясняет Мальбим, что если человек пренебрегает хотя бы одной вещи, то к нему придут наказания, несчастья и так далее. Но человек, который верит во всю Тору и во все митцвот, но у него не получилось, а выполнить только одну митцву, и он ее выполнил, он получит за нее награду, как будто бы он выполнял всю Тору. Потому что мы знаем, что если ему придет другая митцва, то он тоже ее выполнит. Человек, который боится митцву, то есть, это первая часть посука, она говорит о том, что человек, пренебрегающий одной заповеди Торы и выполняющий все остальные, но говорящий про эту заповедь, что вот эту я выполнять не буду и так далее, этот человек пренебрегает всей Торы, и он получает наказание, как за нарушение всей Торы. Человек же, который выполнил всего одну заповедь, просто по той причине, что так вот у него случилось, больше он не смог выполнить, не попалось ему в руку, но он не пренебрегает, а принимает на себя все заповеди Торы, ему воздастся за выполнение всех митцвот, поскольку все митцвоты, которые мог, он выполнил. Человек, который боится митцвы, если он боится митцвы, несмотря на то, что он делает всего одну митцву, но он боится всех митцвот, он и кабельскараль коля Тора, он получает награду за всю Тору. То есть, я не знаю, мне не придумать ситуации, как может быть ситуации, что у человека была возможность выполнить всего одну митцву в течение жизни. Просто не придумать такой ситуации. Элли Мкен, ему исполнилось 13 лет, он прочитал шма и сроили, тут же умер. Но тогда он выполнил всего одну митцву, потому что больше ему не удалось выполнить по технической причине. Просто стандартный человек, очень трудно придумать, каким образом он не может каждый день, два раза в день считать шма, например. Поэтому каждый день он будет выполнять минимум две митцву. А если он ещё что-то читает, или ещё надевает филин и литолит, то этих митцвот очень много. Бифрат, если учесть, что на самом деле между утренним и вечерним шма есть ещё целый день, и там, как правило, есть много митцвот. Но, тем не менее, если мы придумаем такую ситуацию, Шлома Меллах не очень раздумывает, какая конкретная у кимта, какой пример мы должны привести. Но если у человека так случилось, что он мог выполнить всего одну митцву, все остальные он был анус, он не мог выполнить по каким-то техническим причинам и так далее. Но одну митцву он выполнил, но при этом он хотел всех митцвот, и он верил во все митцвоты, и как бы принимал на себя митцвот, то этого достаточно для того, чтобы он получил награду за всю Тору. Есть такой в геморре Макот, есть такой комментарий Рамбома. Но если есть геморра Макот, тут рядом совсем, то есть такой комментарий Рамбома. Если нет, то я так скажу. Сангедрин первый там. Сангедрин шуас макас. Но если нет, то своими словами. Есть такая мишна. Мишна, которую я тоже помню, что я приводил, но тем не менее, давайте разберемся с этой мишной, которая приводится. Последняя мишна трактата Макот говорит. Последняя мишна трактата Макот заканчивается словами, которые все знают, потому что эти слова говорят те, кто читает Перкеавод. После чтения Перкеавод автор Сидуры привел кусочки из этой мишны. Раби Хананья бен Акашия говорит. Хотел Всевышний Лезакот от Исраэль дать какой-то схуд награды Израиля, поэтому дал им много Тора и Митсвус. Как сказано, Хашем желает ради праведности, поэтому увеличивает Тору и дает ее множество. Говорит Мальбим в комментарии на эту... Мальбим. Его зовут Рамбом. В комментарии на эту мишну. Только мне надо его найти. Видите Рамбом в комментарии на мишну. Куда он в этом издании дел Рамбома? Вот он. Сюда он дел Рамбома. Говорит Рамбом в комментарии на эту мишну интересную вещь. Он пишет, что Часть главной части, ну, основной части веры в Тору, потому что, когда человек делает одну митсву из Ториага Митсвота, из 613 Митсвот, Кирауй, правильно, Кигагон, и так, как ее надо сделать, Влоиша Тефима, Каванам и Каванат Аллам, и не прибавляет к ней, в эту митсву он не включает никакую Кавану из всех Каванот, которые есть в мире, бы шум по ним, ни при каких условиях. Эла, но, Яосета Лишма, он делает ее во имя Всевышнего, Миягава, из любви, как я объяснил тебе в других местах, то вот, он удостаивается этой митсвой Алламаба. То есть, человек, который сделал одну митсву без какой-то добавки Каваны, только Лишма, то и правильно сделал, не так, как многие делают, но со всеми деталями этой митсвы, то он удостаивается у дела Алламаба. И об этом сказал Раби Ханина, потому что митсвот, поскольку их так много, то почти невозможно, чтобы человек не сделал при жизни хотя бы одну из них с полными Каванот, полной целостностью, и когда он ее выполняет, то его душа останется жить в этом действии. И этот Икар, это то, это основа понимания Торы, это то, о чем спросил Рабиханания бен Тардион. Ма Анила Хая Ламаба. То есть, есть Гемора, которая известна, что Рабиханания бен Тардион встретил Илья Аванави и спросил Илья Аванави, скажи, как у меня насчет Алламаба? Вы ищи его. Тот ему ответил, Клумба Ма Селая Деха, было бы, было у тебя какое-нибудь интересное действие? Келоймар. То есть, люди обычно воспринимают, что он его спросил, вот расскажи, какую-то митсву ты сделал? Нет. Он его спросил, сделали ты какую-то митсву полностью во имя небес, без других каванод, и так, что у тебя вообще ничего не было, кроме этого, и сделали ты его без шлеймут. Сделали ты митсву кегегон. И он ему ответил, была у меня такая митсву с дока, которую я сделал без шлеймут, когда у него перепутались деньги с доки Пурима с другими деньгами с доки, и он не знал, каким это натоминим, какие другая дзока, и отложил всё, и дал всё в дзоку. Что то, что он сделал, он удостоился этой митсву и ламаба. И это объяснение пасука. Всевышний хочет ради своей прамятности удостоить Исраэль, киегдиль, тора ваидир, потому что он увеличивает тора. Таким образом, Рамба мучает, что одна митсва, которая делает человек полностью лошемшамаем и полностью, стопроцентно, он удостаивается и ламаба. И это то, что у нас происходит здесь, когда мы говорим, что нам говорит Шлома Амеллах? Он говорит нам пасук. Сейчас. Басли, давари, хабелло, человек, который пренебрегает какой-то вещью, то он получит за это изъян, но тот, который боится одной митсвы, он будет цельным. И объясняет мальбим, что даже если одну митсву он сделает полностью, лошемшамаем, во имя небеса, полностью со всеми деталями этой митсвы, то этого достаточно для того, что он получил награду за всю тору. Я думаю, что мальбим имеет именно в виду, но так вроде как написано в мифураж, что мальбим имеет в виду то, что говорит рамбом относительно того, что за одну митсву человек может и достоиться Алла Маба, как за весь вторьяк митсвот, как и за все 613 митсвот. Но если он все это, если он верит во все митсвот, но так случилось, что только одну он мог сделать, потому что, если считать мальбима просто кипшуто, без того объяснения, которое высчитал сейчас вам в рамбоме, то получается, что человек, который сделал только одну митсву, потому что у него не было возможности сделать никакую другую митсву. Это вещь, которая практически невозможна. Если совместить рамбом и мальбима, то получается очень понятный пшар. Человек сделал только одну митсву, имеется в виду, что он ее сделал Лошем Шамаем только одну митсву, во имя небес. Он ее сделал цельно и полностью, остальные у него не получилось сделать полностью, поскольку каждый из тех, кто меня слушает, может легко понять, что очень трудно сделать хоть одну митсву Лошем Шамаем Лыгамри, полностью в моем небес, без какой-то каваны и сделать ее полностью правильно без какого-либо изъяна, чтобы у нас была такая митсву. Рамбом пишет, что почти невозможно, чтобы он ее не сделал за свою жизнь хотя бы одну митсву. Раб Мойша Шапира говорил, что ров людей ни разу не сделали ни одной митсву, Лошем Шамаем Лыгамри, и это большая часть человечества. Он считал, что это и есть кавана рамбома, что шансы есть, но сделать это очень трудно. Мне кажется, что рамб имеет в виду что-то другое, но я не буду спорить с Раф Мойшей Шапира, Зихрона Левроха, но во всяком случае понятно, что сделать какую-то митсву 100% Лошем Шамаем без всякой другой каваны это невероятно трудно, и каванод, которые у нас появляются вокруг, они мешают многим и многим митсвот, и Бепаштус, Пшада Пашут, это я тоже слышал от Раф Мойшей Шапира, Зихрона Левроха, что не бывает митсвы, которая сделана на 99% Лошем Шамаем. Бывает либо Лошем Шамаем, либо Лолошем Шамаем, либо во имя небес, либо не во имя небес. 1% дополнительной каваны, это значит, что митсвы не была сделана Лошем Шамаем. Он это доказывал, и доказывал красиво, из истории, которую Масилат Гишарим подробно приводит, история, которая была в геморе Авойда Зойра, когда был человек, которого Рабиханина Бантардион, которого приговорили к смертной казни римляне за то, что он преподавал Тору. Его жену приговорили тоже к смертной казни, а его дочку ее продали в Бейтзнут, в дом, в публичный дом. За что это было с ней сделано? Гемора объясняет, что каждый из них сделал неправильно, за что это было сделано с ней. Она однажды шла во время римского галута по улице города и услышала, как какие-то матриньот, какие-то вельможины женского рода римской национальности разговаривают о том, посмотрите, какие красивые шаги у этой девушки. Она идет так, чтобы ее нога не выходила за пределы юбки, для того, чтобы молодые люди не обратили внимание на красоту ее ножки. Она услышала это, услышала, что ее хвалят за такую походку и стала идти еще лучше. За то, что она показала, что она не делает это лошем шамаем, а делает ради того, чтобы ее похвалили, она удостоилась, в кавычках, такого наказания, что была продана в публичный дом, но ее спас Робби Мейер, все окончилось хэппи-эндом. Но, тем не менее, понятно, что такое не сайон, такое испытание это Азохан Вей, и кроме этого, не входя в этот вопрос, кроме этого, гемора нам явно сообщает, как показывает, объясняет Рамхальм и Силат-Ишарим, когда приводит и анализирует эту гемору, показывает, что это не называется митсвы, которую она делала, лишь ма, раз потом проявилось, что она для того, чтобы ее похвалили, делала это еще лучше. И это теряет дорогу, теряет уровень митсвы, лишь ма. Если учесть это, то понятно, что сделать какую-то митсву полностью Лошем Шамаем очень трудно, и тогда Мальбим становится понятным. Если у человека удалось за всю жизнь сделать только одну митсву, это называется сделать митсву, то он получает награду, как будто он сделал все митсвы, остальные ему не получилось. Но он не отрицает Тора. Но человек, который мивазе Тору, который отрицает какую-то часть Тора, даже все митсвы, которые он делает, они ничего не стоят, и одна митсва все меняет. У нас когда-то много лет назад было в одном из городов Ленинграде была такая история, что был какой-то геюр, женщина какой-то. Моя жена мне потом рассказала, что эта тетенька до геюра говорила, что она никогда не наденет головной убор. Вот это вот, она не готова выйдет замуж, но головной убор она не наденет. И лихой человек, который во время геюра говорит, что он не будет делать какую-то заповедь, и надо сказать, после того, как она вышла замуж, она действительно его не надела, не соврала, то лихой человек, который отрицает хоть одну заповедь в Мидарабонон, то это геюр не засчитывается. Лихой, я не собираюсь сейчас левсо в Галаху, неважно, это уже дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Но тем не менее, ле галоха, ле майса, написано, что человек, который принимает на себя оль малхуд шамаем без одной митсвы, заповедь без одной заповеди, это принятие заповедей, не принятие заповедей. Это написано про геюр в Галахе в Шульхонорахе, даже если это лёгкая митсвада Рабона. Здесь нам говорится о евреях, которые не принимают митсвад, ему не надо их принять, чтобы стать евреем, он и без этого еврея, так родился, повезло, не повезло, не имеет значения. Но он такой, от природы. Здесь написано, как говорит Мальбим, что шломамэлах имеет в виду, что человек, который пренебрегает одной заповедью, то он как бы отрицает всю Тору, он получит наказание за это. Так учит Мальбим. Хагро учит иначе, и я надеюсь, что мы успеем его просчитать. Хагро, коротенький, он говорит, «Бас ль давари хабель ло». Человек, который пренебрегает каким-то высказыванием Тору, заповеди он получит по голове, по поводу этой заповеди. По голове я не знаю, это я придумаю. Говорит Гаон, что есть 248 органов человеческого тела, и каждая из них соответствует какой-то митсве. И каждый орган тела, у него есть жизнь, которая ему даёт заповедь, которая соответствует этому органу. Поэтому человек, который пренебрегает какой-то митсвой, он получает наказание по этому органу за эту митсву. Потому что он сделал сам, тем, что он пренебрегает этой заповеди, он сделал так, что этой заповеди для него нету, и, соответственно, этот орган, у него нету источника жизни. Но человек, который боится митсвы, ему будет заплачено. Человек, который боится пропустить хоть какую-нибудь митсву, и он хочет выполнить всё время и постоянно, ему будет оплачено за всем его органом. То есть Мальбим немножечко более кицани, более здесь идёт по такому, чем Гагро, плану. Мальбим считает, что человек, который пренебрегает хотя бы одну митсву, это отрицание в общем всего. Но Гагро пишет, что человек, который пренебрегает, не отрицает, он вообще не говорит, что здесь речь идёт про отрицание, он говорит, что здесь есть глагол бус, бас, левазот. Это пренебрежение имеется в виду необращение внимания. Человек, который не делает какой-то митсвы, он тем самым убивает собственный орган своего тела, которому дают жизнь эта митсва, потому что жизнь каждого органа связана на самом деле не тело, но и души тоже. У души тоже есть 248 органов. И человек, который не даёт жизнь посредством митсвы этим органам, то он убивает, разлучает душу и тело, что является смертью этого органа. Причём смерть не должна быть именно стопроцентной смертью. Понятно, что может быть оживление. Это заболевание какого-то органа. И если это заболевание физическое, то ничего страшного. Если это духовное заболевание, заболевание души этого органа значительно хуже, поскольку это не видно, и всё вроде так хорошо, а на самом деле не очень. Но человек, который боится митсвы, то есть он стремится, чтобы все митсвы были у него соблюдены, то он даёт жизнь всем органам своего тела и своей души, и это даёт ему как бы возможность питания будущего мира. Вот такие вот дела. Следующий пасок очень длинный, поэтому я думаю, что я завершу.